Здравствуйте! На канале ГРТ Новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Лучшие условия создаются для учащихся детского сада Дост-Луг в селе Чешмекёй. Подготовка к школе обойдется родителям учеников в копеечку. Секретами садоводства и семейной жизни делится семья Ямбоглам. Для любителей спорта в День города Камрата подготовили разнообразную программу. Центральная избирательная комиссия ГАГАУЗИ на заседании рассмотрела ряд вопросов по организации выборов в Народное собрание ГАГАУЗИ, сообщила председатель ЦИК Яна Коваленко. Центральная избирательная комиссия постановляет установить, что окружные избирательные советы при утверждении количественного состава участковых избирательных бюро должны исходить из числа избирателей на соответствующем избирательном участке в следующем соотношении до 1500 избирателей и 9 членов бюро и от 1500 избирателей и более 11 членов бюро. Пункт 2. Постановление ЦИК ГАГАУЗИ об утверждении количественного состава окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро номер 25-4 от 27 июля признать утратившим силу. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. Публикуется на официальном сайте ЦИК и может быть обжаловано в течение трех дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционную палату Камрад. В преддверии выборов в Народное собрание ГАГАУЗИ в эфире телевидения и радио общественной кампании ГРТ стартуют предвыборные дебаты, рассказывает наш корреспондент Татьяна Казаку. Предвыборные дебаты с участием кандидатов на пост депутата в Народное собрание ГАГАУЗИ стартуют 19 августа. Конкуренты на выборах будут приглашены на предвыборные дебаты согласно нумерации их избирательных округов. Каждому будет предоставлено по 10 минут эфирного времени. Дебаты будут проходить как на телевидении, так и на радио. На радио программы будут выходить в 18.00 и в 19.00, на телевидении в 19.00 и в 20.00. Уже в этот четверг стартует первая программа предвыборных дебатов на телевидении и радио. Кандидаты на пост депутата в Народное собрание получили приглашение на участие в программе. На них будут участвовать конкуренты с избирательных округов номер 1 и 2 города Камрада. Ну а 20 августа это Камрадский избирательный округ номер 3 и 4. Мы уже всех кандидатов обзвонили, мы их пригласили. Они уже знают, что им предоставляется время для участия в предвыборных дебатах, для того, чтобы ознакомить избирателей со своей предвыборной программой. Хочу сказать, что график был выстроен таким образом, чтобы это было максимально удобно для наших кандидатов, для того, чтобы они в один день могли выступить и на радио, и на телевидении, потому что если учесть, что многие из них приезжают с отдаленных населенных пунктов, это и Сулканежского района, и Четолунгского района. График участия конкурентов в дебатах размещен на нашем сайте grt.md под рубрикой «Решение Карарлар». Вся информация, необходимая для участия в предвыборных политических дебатах, есть там. Они могут зайти и ознакомиться. Ну и кроме этого, могут позвонить нам по телефону 249-60-230-86 и 269-34, и узнать информацию более подробно, что касается их участия на этих выборах. Телерадиокомпания «Гагаузи» организует свою работу по освещению избирательной кампании в законодательный орган автономии в рамках избирательного кодекса «Гагаузи» и издательской декларации. Совсем скоро новый учебный год. Ученики вновь сядут за парты, однако к этому необходимо подготовиться, закупить канцелярские товары и соответствующую одежду. Дорого ли обойдется родителям подготовить ребенка к школе, узнавала наша съемочная группа. Каждый родитель хочет подготовить своего ребенка к школе как следует. Необходимые канцелярские товары, формы и обувь, дополнительные обучающиеся в тетради – все это обходится каждый год родителям учеников в копеечку. Из года в год, отмечают взрослые, собрать ребенка к учебному году становится все дороже. Я считаю, что, допустим, как среднестатический человек, ему было бы очень сложно собрать ребенка в свою школу, потому что зарплата маленькая, а цены на покупки просто сумасшедшо высокие. На сегодняшний день стоимость тетрадей варьируется от 1 до 11 леев в зависимости от количества листов. Ручки – от 2 леев и выше. Стоимость обложек для книги тетрадей зависит от толщины и класса. Дороже всего из числа канцтоваров родителю обойдется рюкзак. Его цена в зависимости от производителя и качества составляет от 180 до 1000 леев. Есть, наверное, и дешевые товары, есть средние, есть и как дети любят с какими-то рисуночками. Это мы смотрим более практично, чтобы было удобно, чтобы для школы было удобно. Однако, от чего больше всего обетнеет кошелек родителей, так это от покупки одежды и обуви для ученика. Если речь идет о школьном костюме для младших классов, то его стоимость составляет от 500 леев и выше. Брюки и рубашки для детей постарше стоят от 400 леев за единицу. Детская обувь – от 350 леев. Например, форму мы покупали, одна и та же цена, 500 леев форма. Вот рюкзаки сегодня, смотрим, рюкзак, дороговато, 750, например. Есть и дешевле, конечно, есть дешевле цены. Но мы вот потихоньку, что-то одно, а потом другое. Так вроде бы уже все-все-все купили, но цены дороговатые. Очень дорого. Вот у меня двое школьников, очень дорого. Все. Все, и канцтовары, и одежда, и рюкзаки, и все дорого. По возможности берем, что с прошлого года остается, что с этого. Я покупаю школьную форму. Мне нравится выглядеть красиво на первое сентябра. Продавцы на камеру говорить отказались, но отметили, что стараются не повышать значительно цены в сравнении с прошлогодними. Но долго сдерживать повышение цен они не смогут, поскольку в Молдове значительно повысился налог на ввозимую продукцию и на сегодня составляет 60% от стоимости товара. В магазине обуви подчеркнули, что наоборот, несколько снизили стоимость для повышения роста продаж. В итоге вырисовывается более-менее понятная картина. На канцтовары и новую сумку на одного ученика родителю придется отдать до 1000 леев. Еще около 2000 леев на одежду и обувь. Людмила Новак, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, Новости ГРТ. В этом году столица Гагаузии, город Камрад, празднует 232-ю годовщину со дня образования. К такому значимому для жителей города событию администрация подготовила обширную и интересную программу. Мероприятия будут проходить с 20 по 22 августа. Пройдет праздничный концерт, чествование семей, церковная литургия, выставка картин и многое другое. А с целью привлечения общественности к спорту и здоровому образу жизни будут организованы различные спортивные мероприятия для детей и взрослых. О их проведении подробнее в сюжете нашего корреспондента. 21 августа пройдут ряд спортивных мероприятий, в которых смогут принять участие все жители города Камрата. Так, в 9.00 на аллее шахматы рядом с Домом культуры начнется турнир по шашкам и шахматам. Будут отдельно шашки и шахматы. Будут две категории. То есть, дети до 10 лет играют и взрослые играют от 10 и выше. То есть, будут две категории играться. Также и шахматы будут то же самое до 10 лет и после. Турнир по настольному теннису Кубок Камрата начнется в 10 часов. Участниками могут стать ребята в возрасте до 18 лет. Турнир пройдет в фитнес-клубе «Фитлэнд». Соревнования пройдут в следующих категориях. Мальчики до 12 лет, девочки до 12 лет, мальчики с 12 до 18 и девочки также. То есть, фактически мы делаем соревнования для школьников, потому что они, в принципе, ждали этого турнира. Ну и, как говорится, пусть победят сильнейшие. В 10.40 на центральной площади жители и гостей города порадуют выступлениями ученики спортивной школы муниципия Камрат. Это отделение каратэ, отделение тэквондо, отделение акробатики и вольной борьбы. В 15.30 чемпион Республики Молдова по гиревому спорту Владимир Мордарь намерен побить личный рекорд по поднятию гири. Мероприятие пройдет в Центральном парке. Для меня это будет обыкновенная тренировка. Ну, поднимаю обычно в районе тысячу раз. Попробуем установить публично новый рекорд для Камрата. И если после этого хотя бы еще один человек в Камрате займется гиревым спортом, а те, у кого гири пылятся, они их начнут доставать и хотя бы немножко убежать внимания в тренировках, то это будет большой плюс. На следующий день, 22 августа, пройдет долгожданный турнир по национальной борьбе трынта для спортсменов, любителей и ветеранов спорта. Состязания начнутся в 16.00 на площади перед Домом культуры. Мы сделали отдельную весовую категорию для ветеранов борьбы. Это от 45 лет и старше, где могут участвовать и ветераны борьбы. И мы подготовили отдельную весовую категорию и возрастную абсолютную категорию. Это только для жителей нашего города. Спортсмены в этой весовой категории участвовать не будут. В этих весовых категориях будут призы на приз «Живой баран». Итого у нас 6 весовых категорий на приз «Живой баран» в возрослых весовых категориях и 6 призов «Живой петух» в детских весовых категориях. За победу во всех организованных соревнованиях спортсмены будут награждены дипломами, медалями и денежными премиями. Турниры проводятся совместно с администрацией города Камрад с целью приобщения людей к спорту. Татьяна Казаку, Григорий Ставилов, Мария Казаку, Новости ГРТ. Супруги Анны и Петр Ямбогла 46 лет вместе. Семейное счастье подкрепляется общим делом, которым они занимаются с юности. Как удается поддерживать неугасаемый огонек очага и развивать любимое дело, которое еще и прибыль приносит, узнавала наш корреспондент Зинаида Канцер. Житель села Чукмайдан Петр Ямбогла до пенсии сменил не одно рабочее место. Начиная от мусоработника в местном ДК до строителя. Но одному делу остается верным на протяжении всей жизни – садоводству. И сегодня, несмотря на то, что он на пенсии, его день начинается с пяти утра и до позднего вечера. Они с супругой работают на приусадебном участке. Огород у семьи Ямбогла – это целый ботанический сад, в котором соседствуют традиционные фрукты и овощи, а также экзотические растения. Как признается хозяин, они как дети требуют особого ухода, и если день пропустишь, то и время упустишь. «Прибил первый раз яблоню. И как бы пошло нормально. И первые шаги – нормально. Потом пошел интерес именно в разнообразии разных культур. Это мне вошло в кровь и начал искать по всем каналам, и дети помогли. Нормально. Первый посадил эзотическое, значит, это был комнатный лимон. Это было первое. Потом уже пошли поэтапно и жир, но гранат чуть позже». Петр Алексеевич и его супруга Анна Васильевна 46 лет поддерживают друг друга в любом начинании. Познакомились они на танцах в Доме культуры и с того времени не расстаются. Как говорит жена, секрет семейного счастья не так-то и сложен. Всего-то навсего нужно взаимопонимание. Без ссор, конечно, не обходится, но это дело житейское, и держать обиду больше, чем на пару минут, не получается. «Наверное, уважение. Сайг, сейвг. Вот это, я вот это думаю. И уступать надо. Уступать надо. Иногда искра. Иногда. Иногда. Но я сказала-сказала быстро и пошла. А он еще любит там «хватит не ворчать». «Хватит не ворчать», я говорю. Да, «хватит ворчать». И вот так, 46 лет, потихоньку-потихоньку идем. Особенно, когда один из нас заболеет, другой тоже как больной ходит. «Она держится на взаимопонимании. Если обоюдно все нормально, значит, эта семья называется здоровая семья. Все можно решить. А если кривотолки, это уже… Ну, как без ссоры? Конечно, бывает. Я сказал, мы ссоримся и шустрее работаем. У нас быстрее работа заканчивается по времени. Нормально. Но эта ссора не говорит о том, что неделями не говорит. Это, ну, там на 3-4 минуты или на полторы». Свободное от огорода время у супругов есть и другие увлечения. Петр Алексеевич занимается изготовлением мебели из дерева, а также мастерить чётры. Недавно изготовил стаканы и ложки для обуви из бамбука. Это ремесло пришло само собой. Попробовал и втянулся. Эскизы придумывает сам. «Я с ней сделал ложки для обуви. Вот они с дырочками. Есть разные длины, разного размера. Вот стаканы из бамбука. Вот он. Дно у нас своё. Вот внутри. Этот комплект, значит, вот стол. Вот ручная работа вырезка». В свободное время Анна Ямбогла тоже нашла себе занятие по душе. Любит вязать коврики и без рукавки. Вяжет для себя. Но если попросят, может продать. «А у меня травма глаза. Я с одним глазом в очках. Мальчики звонят. Мама, что делаешь? Ты опять вяжешь? Не надо тебе с одним глазом. Что мне делать? Я когда вяжу, у меня вся голова туда идёт. Я не думаю ни о болезни, ни о чём не думаю. Вот так потихоньку-потихоньку занимаемся». Летом супруги больше заняты огородом. А также приезжают дети с внуками, которых хозяйка ждёт нетерпением. И старается побаловать не только тем, что растёт в саду, но и консервами собственного приготовления. Артишок, черника, клубника, голубика, калина, гранат, инжир, семь видов сливы на одном дереве, полтора килограммовая айва и десятки видов яблок, груш, а также овощей и винограда – это только самая малость того, что растёт в огороде у счастливой семьи. И несмотря на то, что за ними нужен уход, супруга признаётся, что находятся силы всё это содержать. Ведь за сезон удаётся и хорошо пополнить семейный бюджет. Как говорит Пётр Ямбогло, он счастлив, когда покупатели уходят с улыбкой на лице. Ну, любители, которые, фанаты любят, вот эту, ну, разные кусты, кустарные виды, приходят и заказывают и звонят каждый день. Это ведь вы меня оставили, всё оставил, запишите, записал. Дом семьи Ямбогло никогда не пустует. Об этой семье знают далеко за пределами села. И купить свежую продукцию или экзотические саженцы едут с разных уголков страны. Пётр Алексеевич признаётся, сколько Бог даст сил, столько и буду работать. Могу с большим удовольствием передать это дело подрастающему поколению. Динада Канцер, Сергей Георгиев, Алексей Герчук, ГРТ Новости. Детский сад Дост-Лук. Села Чешмекюй осуществляет свою деятельность уже 4 года. Дошкольное учреждение является одним из самых современных детских объектов автономии. Оно оборудовано комнатами для развивающих занятий, игровыми площадками, мебельной гарнитурой. Ежегодная администрация детского сада улучшает материально-техническую базу и облагораживает территорию. Детский сад села Чешмекюй был построен под патронажем президента Туркменистана Гурбангулы Берда Мухамедова. Его передали в пользование полностью оснащённым согласно санитарного регламента о детских дошкольных учреждениях. За всё время функционирования администрации детского сада улучшает материально-техническую базу. Мы закупили оргтехнику на 280 тысяч леев за счёт собственных средств. Мы приобрели акустическую систему, мы приобрели интерактивные доски, мы приобрели четыре цветных принтера, что нам очень необходимо нашим воспитателям для подготовки и проведения занятий. Мы приобрели эти экраны, проекторы, ноутбуки. По словам директора Федоры Ришелян, из-за построенного купола в стенах детского сада создаётся акустика. Для приглушения звука были приобретены ковровые дорожки, настенные панно, массивные комнатные цветы. Также мы в этом году установили раздвижные двери в низших коридорах, то есть создали два дополнительных помещения, чего нам не хватает. И создали в этих помещениях один класс, где дети занимаются государственным языком, а другой, где будут дополнительно заниматься с детьми с особыми образовательными потребностями. Ресурсный центр, так сказать, если так можно сказать. Мы эти двери, опять же, на 56 тысяч, мы приобрели эти двери тоже за счёт собственных средств. В детском саду Дост-Лук дают знания об окружающем мире 21 педагог. Для их успешной работы созданы все необходимые условия. Воспитатель с 43-летним стажем Надежда Великсар не представляет свою жизнь без детей, ведь они и есть жизнь. Мне с детьми очень интересно работать. Особенно сейчас они такие знающие, и приходится каждый день мне узнавать что-то новое, чтобы преподнести это всё детям. И здесь, в нашем саду, созданы очень благоприятные, хорошие условия. Вот особенно здесь, в классе. Они вот на стенах, видите, буквы вот с этой стороны, с этой стороны, по математике, цифры. Они, смотря вот на эти картинки, очень быстро запоминают. У нас есть интерактивная доска, по которой мы уже работаем. Прилежащую к детскому саду территорию также благоустраивают и бережно ухаживают за растениями. Для создания тени было приобретено 90 саженцев клёна, дуба и хвойных деревьев, а также 1100 саженцев кустов самшита. На детских площадках был проведён косметический ремонт. Павильоны окрасили сюжетами из любимых сказок. Построили уличный туалет с оснащением санитарно-техническим оборудованием и подводом воды для девочек, кабины и мальчиков отдельно. Это было нам очень необходимо, потому что было очень неудобно детей отпускать с площадки в здание. Так мы теряем контроль над ними, а так на участке есть у нас теперь свой туалет, он очень благоустроен. В детском саду воспитываются 165 детей. Их подвозят и отвозят домой на автобусе. Для комфорта ожидания транспорта в ненастную погоду на территории села будут размещены специальные остановки. Они будут установлены в рамках проекта МИК «Чешмя-Судулуй». На данный момент установили две остановки уже, еще осталось установить три остановки. В общем, этот проект рассчитан на 80 тысяч со стороны фонда, и 20 тысяч – это собственная контрибуция. То есть, проект реализуется в сумме 100 тысяч. В будущем администрация детского сада планирует реализовать еще не один проект для развития условий труда и воспитания подрастающего поколения. Татьяна Казаку, Григорий Ставилов, Мария Казаку. Новости ГРТ. В завершение выпуска о погоде. 19 августа в Гагаузе ожидается переменная облачность. Пройдет дождь с грозой. Влажность воздуха составит 76%. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер северо-западный от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Гамрате ночь составит 17 градусов тепла, днем плюс 24. В Эчадер-Лунге ночью плюс 17, днем плюс 25. В Вулканяштах ночью 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин